здравствуйте меня зовут полина жеребцова я автор чеченского дневника и я его вела с 94 по 2005 год в чечне потом мы уехали как к вам обращаться по имени отчеству представьтесь пожалуйста вы уроженец города грозного я правильно понимаю что помните о своем раннем детстве садик ходила очень мало детей потому что садиков практически не было очень мало было садиков тогда я в садик не ходил то есть в тот момент советский город грозный еще значит садики не функционировали то есть их не было в достаточном количестве или вообще или вообще не было такого садики были но и было очень мало у меня бабушка с которой я мог оставаться поэтому я был дома до школы понятно но вот это очень интересный факт потому что например я 85 года и до прихода джохара дудаева в республику до его приезда из эстонии садики функционировали и дети ходили в садики то есть видите вот в мои ну вот в моем детстве садики тоже существовали но их было видимо мало и не все дети хоть ну и сейчас же тоже вы знаете что не так просто в садик ребенка устроить бывает ну а тогда вообще это было очень сложно было очень мало мест преимущество давали тем у кого не с кем вообще ребенка оставить я не знаю подробности почему у нас был большой огромный просто общий двор и в садик ходил только один мальчик со всего двора но если бы это было ну как сейчас допустим то уж наверняка хотя бы половина детей ходила так один мальчик у нас ходил а это какая улица какой район у нас была комната одна и там мы жили большой толпой можно сказать район это в район в район 18 школы знаете 18 школа я жила в старом промысловском районе на улице завета ильича у нас 55 50 61 это все-таки не рядом с нами на старом на старых промыслах если сесть на трамвае ехать это в районе минутки грубо говоря как вот потом стало тогда минутки не было никакой там железнодорожный переезд я не за по моему он так и остался вот там поезд ходил в общем да это от нас очень далеко у меня там жила бабушка по отцу я на минутке была несколько раз в жизни я помню что это очень очень далеко от нашего дома вот улица перекопская у нас была небольшая улица там всего было 13 домов вот мы переехали туда маме дали квартиру это вот если ехать со старых промыслов это не доезжая до минутки остановка остановок 5 или 6 на трамвай ну примерно тот же район то есть той стороне вы проезжали мимо улицы перекопской она вот перпендикулярно трамвайной линии было а вот скажите мои предки приехали со стороны мамы по работе в город грозный а как ваши предки попали на те земли мама из астрахани отец га из грозного был почти не жили вместе мне было 9 лет он умер то есть я с ним не общался никогда ну так маленьким помню очень а по национальности ваша семья многонациональная или какая-то одна национальность преобладала потому что наша семья очень очень именно русские вот скажите вы подрастали город расстраивался там строили новые микрорайоны насколько мне известно от работы часто людям выдавались квартиры в школе соответственно войнахи которых раньше депортировали при сталине они стали возвращаться в пятидесятых кто-то даже раньше пятьдесят седьмого года насколько был разным состав в школе то есть вы когда уже были школьником когда вы учились то в школе наверно были и русские и армяне ингуши и чеченцы было такое и что вы помните об этом вот смотрите чеченцы ингуши жили вот в те годы только практически в черноречии в других местах их практически не было вот в моем классе никогда не было ни одного чеченца например вот я учился в пяти школах по-моему в пяти я учился в восемнадцатый в двадцать третий в пятой и во второй вторая это в центре города школа была где нефтяной институт рядом и не в одном не в одном из этих не в школ у нас не было чеченцев я даже не видел вот других классах чтобы ребята чеченцы или ингуши учились у нас на улице но не прям на нашей улице на перпендикулярная вот жила чеченская семья правда там у них парень был муса вон трагически погиб под машину попал но примерно мой ровесник а так у нас в районе чеченцев вообще не было вот и они когда приезжали туда в грозный до им давали квартиры в черноречии они там жили это 50 60-е годы правильно я понимаю они тогда до ходили разговоры что чеченцы вот ну в возрасте которые которые мы помнили где они там жили все прочее ходили по своим старым домам но никаких в общем таких эксцессов не было просто ходили баки что вот чеченец пришел и в каком-то месте у него там клад был золотые монеты он забрал их ну вот такие вот разговоры бытовые были а вот чтобы а так у меня это не ну понимаете это мне сколько было ну лет 14 когда или 13 когда это все началось это настолько далеко от меня было и меня не интересовало что я я знаю что у меня мама работала в дорожно-строительном управлении и у них работало много чеченцев ну а сам мужчина нужен женщины тоже там у них женщины часто на тяжелой физической работе работают работали сейчас не знаю не могу сказать и много чеченцев у них работали и ну отношения нормальные в общем-то были я не скажу что там какие-то как-то напряженные не были ли что никогда такого не слышал я часто это работа было многое мама часто в субботу работала я мы же там близко я ходил к ней она там сидит себе работа это я играю там что-нибудь делаю там книжки читаю в общем ну то есть я ходил к ним на работу и зачем это рассказывать даже не знаю но просто свою жизнь что ходили к маме на работу что чеченцы работали соответственно квартиры им от предприятия выдавались в городе они жили но было их мало какой год я не помню зарезали чеченцы русского парня и это вызвало огромное возмущение вот буквально сразу после переселения игрок понесли капкому партии я помню вот прям волнение были в городе ну как всегда это все погасили потихонечку никого не избивали не убивали но потихонечку все это погасили понимаете грозный был совершенно безопасный город до их приезда можно было и ночью спокойно ходить а потом вот это вот началось как уже уже стали люди опасаться а когда вы учились в вузе уже с вами там учились вместе ингуши чеченцы это же были наверное уже 70-е годы конец 60-х 66 году я поступил с первым я закончил но я учился во владикавказе и со мной в комнате жил парень чеченец у него мы дружили сильно мусаев руслан у него мама была русская отец чеченец вот мы с ним в одной комнате все пять лет и прожили в общежитии а какая специальность на кого вы учились с ним а потом по жизни сохранились эти отношения или студенты разъехались и все уже больше не общались с этим парнем знаете как вот конкретно с ним он приезжал к нам в гости в нашу семью уже у него дети были у меня дети были и они у нас остановились там на 3-4 они у нас жили там другие ребята мы там ресторан все хором сходили в общем у нас очень хорошие отношения были потом у нас отношения прервались как-то ну у каждого своя жизнь а вот уже когда ну лет пять-семь назад когда вот вот сап появился все вот эти вот дела мы стали мы иногда перезваниваемся он живет сейчас казахстане он сделал хорошую карьеру свое время ну вот при советской власти но и потом он работал он был директором золотого прииска по ну что то вот золотом связано очень с высокой зарплатой в общем все у него хорошо материально было и часто пенсии тоже существует миф такой на мой взгляд очень явно лживый что чеченцам ингушам в советское время не давали учиться они не могли учиться но ведь ковались на национальные кадры то есть люди ведь учились то есть вузы были открыты правда потому что я таком даже никогда не слышал ну да нет это глупости потому что грозненский университет в основном чеченцы там учились я знаю очень многие вот у меня товарищ жил возле университета я у него бывал как-то в гостях это самое бывал и я видел там ребята и девчонки чеченки чеченцы ну вы понимаете вот такой национальный распри не было тогда каждый жил сам по себе вот так сказать особо что у меня не было друзей никогда но я нигде не пересекался вот например с чеченцами школе ни в одной школе где учился чеченцев не было вот этот парень который жил недалеко от нас там чеченец но у меня с ним хорошие были отношения никаких собственно привет привет как дела но мы были подростки там я там жил на этой улице до 17 лет я там жил я учился в центральной школе понимаете то есть у меня другой совершенно круг общения был я каждый день ездил в школу ну кроме там воскресенье у меня свои друзья там были в школе ну вот как-то вот я не пересекал мы просто не пересекались никогда понятно а чеченский язык вы не знаете или некоторые фразы помните из юности а еще что-то знал подождите сейчас что-то такое вот песенку такую пел есть такая песня на чеченском да вроде есть вот у него друзья были чеченцы они же учились мединституте ребята ну то есть с учебой было нормально это все брехня такого не было что погнетали там кого-то вот кто реально кого реально тормозили в учебе это евреев это да потому что я учился у нас в классе парень еврей был я знаю что фистохова дорога была закрыта еще существует такой миф что якобы чеченцам не разрешали при советской власти говорить на чеченском я считаю что это миф потому что мой дед знал чеченский язык никогда такого не слышал и я знаю что вовсю разговаривали и частая речь чеченскую слышал это неправда тоже во всяком случае а как можно запретить это вот таком уровне запрещать ну якобы им все время говорили говорите по-русски всякие бабушки на них нападали в трамваях и троллейбусах я думаю что это байки националистов потому что такого никто не помнит вот это я верю во первых это не принято было ничего кто как хотел то так и говорил да конечно но вот в нашей семье дедушка знал его друзья знали даже были переводчики с чеченского ингушского цезарь голодные переводил книги чеченцев ингушей книги публиковали в ссср в переводах конечно опубликовали я знаю по маминым рассказам что она ездила часто в командировке они дороги строили она работала плановом отделе начальник планового отдела была она часто ездила в командировке по чеченским селам я все эти названия урус вартан там вот это все из детства и знал и она ночевала там все чеченских семьях и все было замечательно и кушали вместе и все я даже больше знаю что вот ну так не злобно просто смеялись вот я помню мама рассказывает ну вот ребята чеченцы вот мы сидим кушаем да вот они к нам сели как бы вместе да но они спрашивают в колбасе свинины нет но мы знаем что говорит есть там свинина много нет это чисто говяжья им лишь бы сказать что там свинины нет они кушали за милую душу но знают что мы их обманываем главное чтобы мы сказали что там нет свинин это было так вот подшучивать подошли было такого повального увлечения религии а конечно потому что я то жила в ичкерии я в ичкерии в масхадовской на всю школу была одна с русской фамилией ой что там творилось ну вот значит вот шестидесятые вы значит потом переехали но вы наведывались в грозный то есть в 70 80 вы бывали в городе грозный вот скажите как вот этот пошел процесс на ваш взгляд когда люди вместе с праздники справляли работали отдыхали может большой любви не было но жили дружно и вдруг середины восьмидесятых уже ближе к девяностым пошли вот эти странные процессы когда людей стали разделять пропагандисты какие-то новые течения и в общем-то русские люди оказались в довольно невыгодном положении все русскоговорящие там и армяне разумеется и кумыки и татары все были русские вот в моем детстве это были русские все началось с армян начали притеснять армян сначала вот первыми попали под удар армяне как это происходило я не могу сказать я не знаю детали но вот у меня знакомые армяне были они еле-еле смогли продать там как-то свой дом не так хорошо как хотелось у них очень хороший хороший дом был такой в центре вот их выживали конкретно я знаю потом принялись за ингушей вот в доме где мама жила вот мы жили на 8 марта на улице 8 марта это знаете между минуткой и авто автостанции остановка 8 марта было и мы прямо на этой остановке пятиэтажный дом вот и у нас были соседи на третьем по моему этаже они жили ингуши еще мой сын и мальчик там у них ровесник был они играли вот когда андрей бывал у бабушки тот тот мальчик я не помню как его звали тот мальчик приходил к нам нормально общались играли там что там пацаны во что играют я уже не знаю вот и они вынуждены были уехать они уехали на зрань и вот это много многих очень ингушей вот под каким-то образом вот так вот одна работе начинали притеснять я не знаю как но факт то что начали вот ингушей вытеснять ну а потом уже до русских добрались русских сначала не трогали ну это что кто-то начинал мутить воду правильно не сразу же весь народ прям зажегся в едином порыве что мы вот так вот будем жить это кто-то начинал тот кто хотел власти видимо я не знаю ну то есть это все с приходом джохара дудаева вот эти смутное время началось что законы перестали работать вот пенсии зарплаты поисчетали знаете что что вот чеченцы пожилые знаете как за пара дуда его называют наша крыса уж не знаю почему что именно чеченцы так говорили он же чеченец была наша крыша ну одни считают героем другие крысы это для политиков вполне в рамках политики и нормально по нынешним временам я думаю что было бы лучше конечно если бы чечня отделилась в свое время поставили бы границу и жили бы спокойно потому что вот то что происходит добром не кончится разумеется я согласна по сути мир куплен платится налог большой ладо дань да я и говорю налог налог на мир вот и что вообще дальше будет непонятно но что чечня скорее всего уйдет притом не просто уйдет я думаю так и будет в итоге дело в том что еще в моем детстве в раннем примерно в чеченой ингушетии проживало полмиллиона не чеченцев и 700 тысяч чеченцев ну практически поровну для такой маленькой республики потому что не все же жили до в одно время кто-то уезжал на заработки и так далее вот сейчас буквально несколько лет назад проводилась перепись и выяснилось что русских в чечне чуть более одного процента то есть один процент это в основном это люди которые снова приехали по работе то есть это не те кто там жили не те для кого это дом они все исчезли и вот такие страшные бандитские случаи вот при джохаре дудаеве уже были там нападения но люди даже не связывали сначала это с национальностью ну просто бандиты просто бандита выпустили из тюрем я просто знаю что бывало было очень много случаев ну как вот я слышал что они были связаны не столько с национальностью сколько с деньгами вынуждали людей продавать дома а потом убивали забирали деньги понимаете вот такие случаи я слышал были но это массово и просто определить не определенной национальности это не так что прям своих пришли вот так убивать своих очень редко это да нет не своих конечно вот именно чеченцы и убивали русских это так и было вот у меня тета тетя ну вот давай давай успела уехать из грозного уже тогда напряженная была обстановка да а тетка была такая она вообще-то инженер и на хороших должностях работала потом на пенсию вышли они переехали в грозный она работала в набережных сначала в узбекистане потом набережных челнах муж у нее был директором по транспорту на этом на камазе ну то есть на хороших должностях они работали но вот переехали в грозный поменяли квартиру и обшивала всех там своих детей там и родственников и чеченцам тоже иногда шила в доме вот кому так кому там за какие-то копейки ну то есть отношения были очень хорошие у него вы вроде бы внешне так со всеми да но когда она уезжала и одна чеченка там соседка говорит ах если бы я знала что у тебя такие вещи хорошие мол ну тебе вот так легко не удалось уехать ну что то я не помню дословно как она сказала ну вот как бы позавидовала ну у них там пианино было вот такая вот ерунда обыкновенная обстановка вот совковая что называется ничего там у нее особенного не было ну вот она как-то позавидовала а еще тетка мне говорит слушай говорит я ее детям столько это и конфеты всегда покупала это надо же говорит вот какой человек оказался а еще немножко сумбурно но вот я тоже вспомнил еще тетя мне рассказывала вот она жила знаете где на на ласточке ласточка по моему это дозволась но это еще было до всех войн по моему да 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 воин она стояла на автобусной остановке и к ней подошла чеченка но что было понятно она ну уже на пенсии была вот сколько там ей лет было я не знаю но и чеченская чеченка наверное такого же возраста может чуть помоложе и говорит можно я с вами поговорю мне говорит не с кем поговорить мол ну вот мне надо с кем-то поговорить ну а тут когда такая славоохмутливая была женщина такая она добродушная очень она говорит ну да да конечно короче же эта чеченка женщина стала ей рассказывать она говорит у меня дочь была у меня говорит дочь и сын дочь стала встречаться с парнем вот ну тоже чеченцем но не из того рода как бы которые может какие то там у них проблемы были между родами я вот детали я не помню просто но суть в чем что в итоге ее брат предупредил чтоб она не встречалась она тайком с ним стала встречаться в итоге брат ее завез в лес а вернулся один ну как мать думает он ее там конечно убил и вернулся один и говорит я вот с этим живу я говорит своим не могу никому сказать а вы говорит русская чужой человек мне и вот мне надо было вот такую историю вот я слышал ну в Ичкерии часто были убийства чести и даже публичные казни то есть как бы это не было уже чем-то предусудительным ну то убийство чести это озвученное как бы а этот видишь брат просто в лес ее завез и все так то советские времена тогда так бесстрашно не действовали да 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 то было в советские еще времена ну вот после первой войны уже были не бандитские нападения и какие-то там завистливые взгляды а просто врывались и убивали людей или были погромы с 95 года с конца весны начало лета у нас врывались на лестничной клетке стариков детей выволакивали избивали очень везло если бросали паспорт говорили идите а документы на квартиру отдавайте но это именно после боев первой войны до этого были какие-то бандиты выпущенные из тюрем Джохаром Дудаевым которые вот организовали тоже какие-то бандитские вещи ну такой ненависти страшной все-таки я не помню но я была маленьким ребенком а вот после первой войны вот после боев 95 года вот такое у нас в старопромысловском районе происходило то есть когда соседи позволяли себе просто врываться и убивать и ветеранов убили у нас Тунзина Юрия Михайловича прям в нашем доме Завета Ильича 92 захватили его квартиру и многих других вот такое вы застали о таком вам рассказывали у нас в доме у нас рядом была семья честенцев рядом жила и у них были вот с мамой у мамы с ними были очень хорошие отношения я знаю даже что мать рассказывала что когда началась война я не помню как но я его тоже знал я же приезжал здоровались там конечно не помню как его звали этого мужика он даже предлагал вот ее еще там рядом бабушка была с мужем вывезти в село говорит поехали с нами в село будете ну хотя бы еда там будет да вот так хорошие люди есть конечно и потом я знаю мать говорила что он привозил им хлеб вот когда уже очень плохо было с едой он им привозил хлеб долго ну это хорошо значит хорошие люди были рядом либо чеченцев было очень мало вот так националистически настроенных это же тоже не все люди пятьсот тысяч только выехали и были в ингушетии то есть они в этом не могли участвовать их даже на войне не было а какие то вот люди были какие то в этом участвовали и так далее вы знаете вообще у нас вот в нашем районе чеченцев было очень мало это довольно старый был район потом дома эти были от производства вот построенные ну как сказать и чеченцев вот в нашем доме вот буквально одна семья чеченцев жила вот рядом с нами может быть еще кто-то был я не знаю ну так вот на вскидку вот этих знал только вот семья ингушей жила но они уехали до войны в Назрань я знаю что во время войны первой наверное снайпер убил во дворе деда там какого-то и его внука вот это я знаю а потом его подстрелили и он то ли он на крыше был то ли где-то на чердаке короче он упал оттуда деда вы имеете ввиду российский снайпер нет нет не российский чеченец был а подстрелил русского деда нет соседа русского деда он просто какой-то парень чеченец и он стрелял по мирным людям а да да они дед пошел за водой и он его застрелил а внук подбежал к нему и он и внука уложил вот это я знаю эту историю кошмар какой ну было такое да что еще вам рассказать я еще хотел забыл а вы когда последний раз были в городе Грозно в каком году ну то есть это была уже вторая война первая война между войнами это было после второй войны это какой год я даже не сообразу я поехал забрал маму она не хотела уезжать оттуда вот в чем дело мы это еще раз говорили давай это самое ну вот не хотела и все и как раз вот война кончилась я не знал как мне это самое туда ну у меня оказались знакомые хорошие они меня на вертолет посадили и вот какие-то там высокие чины из Москвы летели в Грозно и я с ними на вертолете летел и потом я шел на Ханкале по-моему сел вертолет и я через весь Грозный шел вообще совершенно пустой был город и очень дико было видеть ну я вот эти места знал это знаете вот красных фронтовиков улица вот я там шел и вот знаете ну где главпочта была знаете же знаю знаю я там ходила много раз вот вот и идешь и видишь то что ты не должен видеть потому что дома разрушены дома нет и открывается совершенно другая перспектива перед тобой вот это немножко диковато было вот ну вот так вот в общем я через весь город прошел я даже не думал что что-то может случиться шел себе и шел и дошел ну в конце концов по дороге мне повезло город совершенно пустой был я абсолютно ни одного человека не видел и уже подхожу к минутке и возле дома стоит запорожец ни машин ничего в городе я не видел вот стоит один запорожец а мне же надо как-то маму вывезти было я думаю машина нам понадобится и думаю подожду вдруг водитель вдруг хозяин выйдет поговорю с ним и вот буквально это совсем немного я ждал вышел мужик русский я говорю слушай такое дело у меня мать забрать ты можешь нас подвезти вот узнаем откуда автобусы отходят или что вот эвакуация что-то была вот вывозили людей а я тебе заплачу он говорит хорошо да ну короче я с ним договорился и пошел себе дальше сказал ему адрес куда приехать во сколько что подхожу а мама развела костер и чайник греет на этом самом на огне как раз а квартира у нее была большая или маленькая потому что большие очень часто захватывали а люди исчезали оттуда двухкомнатная квартира небольшая крохотная кухня совмещенный санузел крохотный коридорчик малюсенький нет у нас квартира неважно очень было на первом этаже дом проседал там трещина была в стене ну да такое не не особо котировалась у нас тоже была где мы с мамой жили однокомнатная квартира а дедушкину у нас наглую отжали в Эчкерии сказали что все теперь Эчкерии принадлежит идите отсюда бабушкину квартиру разбомбила авиация российская в общем зато вообще никакой компенсации не было да справедливости к сожалению вот не было я еще хотела спросить а ваша мама получала какую-то пенсию потому что мне детское пособие не платили маме зарплату в дудаевской чечне не платили то есть вот эти все бюджетные деньги они куда-то исчезли или она была она оформлена где-то ее пенсия и поэтому она могла она не получала пенсию я помню что я ей передавал деньги ну тогда все не получали я знаю в Чечне не получали деньги пенсионеры вот был такой момент я помню я передавал ей какие-то деньги я хорошо помню что наша армия была совершенно голодной они ходили просили покушать вот это я помню что там им женщины соленья отдавали вот все такое это было но в районе много еще оставалось русских жителей то есть они несмотря на то что это было время после второй чеченской их было довольно прилично выходит раз да 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 много было вот я про автобусы ничего не знаю потому что мы во время боев во время войны хотели выехать но никаких бесплатных автобусов не было это видимо время все-таки после второй чеченской может красный крест да это было после второй да совершенно верно после второй войны вот я поехал за мамой на следующий день утром приехал этот мужик на запорожце и повез нас туда мы приехали а у мамы были проблемы с ногой у нее там ну она еле палец распух там что-то такое я уж не помню детали вот ей было трудно ходить вот мы туда приехали там огромные толпы людей никаких автобусов нет полный беспорядок никто ничего не знает военные какие-то там были их спрашиваешь они сами ничего не знают когда что будет вот ждите 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 потом кто-то сказал что в другом месте отправка сейчас идет во все я этого вот мужика попросил говорю слушай давай туда поедем он заортатился но я ему пообещал намного больше денег дать и он согласился и мы поехали в другое место куда я тоже не помню и вот представьте мы едем по дороге и навстречу нам идет автобус написано красный крест воздох там буквально несколько человек сидит ну мы естественно его тормознули пересели в этот автобус он был платный маленький пазик все бесплатные автобусы были платными на самом деле и войны и после войн как хорошо что вы помните что он был платный потому что мы с мамой пытались как-то выехать у нас не хватило денег и мы остались под страшными обстрелами у нас четвертый и третий этаж упали на второй он прогнулся на первый а мы в этот момент были на первом мы никуда не смогли выехать ну где-то кажется я помню что это стоило 300 рублей вот нам ну я по-моему 300 рублей заплатил но я уж не помню какие-то деньги были много это или мало но вот что-то вот такое это прилично и мы приехали в Моздок на автостанцию провели там ночь а на следующее утро уже во Владикавказ приехали вот так вот а как вас встретили в мирных русских регионах то есть маме дали компенсацию она ведь потеряла и жилье и имущество и здоровье вы знаете как это я отчасти виноват надо было сразу если бы я сразу встал на это дело да мы получили компенсацию но уже после того как доллар резко поднялся в цене вот если бы я сразу это сделал вот главное что тетку я вовремя все оформил и она вовремя получила все а я что-то все думал что это все напрасно что никто нам ничего не будет выплачивать и вот протянул с этим резину потом в итоге я сделал это мы получили 102 что ли тысячи я помню вот в рублях наверное 120 ну может быть 120 я не помню но факт то что это было на эти деньги купить квартиру нельзя уже было да да нельзя нельзя те кто получил вовремя компенсацию вот кто сразу приехал и подал заявление ну все оформил да те получили и успели купить квартиры вот у нас даже во Владикавказе вот в соседнем доме тоже из Грозного они были осетины они они успели купить квартиру дело в том что в Чечне в это время давали 350 тысяч рублей компенсацию а в русских регионах людям давали 120 вот так вот как-то на касты были разделены люди всегда так было чему удивляться да удивляться я не удивляюсь просто это факт и это конечно несправедливо по отношению к пережившим ад ну да да так и есть а 1 а да да а Редактор субтитров А.Семкин